Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он пытался удрать от полиции по улицам Владикавказа после того, как нарушил правила Слоумышенник сворачивал с одной улицы на другую, пытаясь запутать полицейских Но экипаж ДПС не отставал от него Легач выезжал на встречную полосу и игнорировал сигналы светофоров А на свободных участках дороги разгонялся до предела Все это могло привести к аварии Полицейские попытались остановить автомобиль, выставив заслон Легач едва не сбил полицейского и, удачно вильнув, понесся вперед В погоню за ним бросились еще несколько экипажей ДПС Сообща, им удалось окружить Мерседес Водитель попытался вырваться и столкнулся с полицейским автомобилем Затем выскочил из салона и пустился со всех ног Но автоинспекторы догнали и задержали беглеца Невероятно, но молодой человек подверг окружающих риску Лишь из-за того, что у него была просрочена автомобильная страховка Молодому человеку пришлось самостоятельно выплачивать штраф И ремонтировать полицейский автомобиль Но гонки по городу закончились для него проблемами не только с законом Но и с семьей Он стал изгоем Проезжающие автомобилисты наблюдают на дороге необычную ситуацию Дерутся четверо, пара на пару Молодые люди не жалеют кулаков Девушки разъяренно таскают друг друга за волосы И кажется, что их можно только разлить водой Один из мужчин отходит от своего основного соперника, чтобы помочь своей даме Драчуны расходятся не на шутку Трудно представить, как бы дальше развивались события, если бы в драку не вмешался один из неравнодушных автолюбителей Как ни странно, он без труда и уговоров останавливает яростные противостояния дерущихся пар Скорее всего, причиной потасовки стало незначительное ДТП Сочи Раннее утро Перед машиной с видеорегистратором водитель самосвала аккуратно обходит девушку на скутере Та неожиданно смещается влево, пересекает сплошную линию И ее тащит вдоль всего борта встречной фуры Дама оказывается на асфальте А мотороллер продолжает путь без седока И едва не сталкивается с ладой девяткой Сердобольные водители спешат оказать помощь девушке И советуют ей больше не засыпать за рулем После таких падений можно никогда и не проснуться Особенно, если не надевать шлем Пассажир громко и нецензурно разговаривает по телефону в маршрутке Это уже порядком надоело водителю И он делает замечания Но болтун только хамит в ответ Ты мне рот не прикрывай, пожалуйста, а вы за норма Ты что, мне хочешь воспитаться? Водитель оказывается не из тех, кто повторяет дважды Так что пассажир со свистом вылетает из салона Болтун продолжает хамить За что получает еще и оплеуху Некоторым пассажирам даже стало жалко беднягу Но никто не расстроился Так как в салоне без него стало спокойнее Вячеслав, если сейчас не откройте, ваши действия будут трактоваться как неповинение с законным требованием Я требую, чтобы вы открыли машину Вячеслав, машинку открывайте Все, выбивай стекло Аккуратно, аккуратно, аккуратно Снимай, снимай, Серега Выпало, что? Пока не укатилось, что? Наручники одевайте Инспекторам ДПС города Кирова пришлось разбивать стекло Чтобы вытащить забарригадировавшегося внутри пьяного водителя Полицейские остановили виляющий по дороге автомобиль И пригласили Вячеслава, так звали нарушителя В патрульную машину Мужчина сообщил, что ему нужно забрать какие-то документы из своей лады А затем он заперся в салоне и отказывался выходить Бандит, уйди там Не, бандит, вылазь давай Бандит Больше часа инспекторы ДПС уговаривали нарушителя выйти из машины Но в ответ доносились лишь ругательства и оскорбления Тогда полицейские решили выкурить Вячеслава из салона перцовым газом А, вот, нормально Бандиты, лезу! Помогай мне! Да надо палкой какой-нибудь Бандиты, лезу! Во, щит, нормально, где баллон-то? Кто лезет? Бандиты! Костян, ты предупреди его Мы тебя баллоном сейчас будем лить, слышишь? Да, бандиты, я не знаю, кто за кивом Вячеслав закутался в капюшон и стойко держал оборону Вячеслав, предупреждаем последний раз, выбиваем стекло Если машину добровольно сейчас не откроете Инспекторы ДПС разбили стекло и вытолкали сквернословы из салона На снег выпала початая бутылка пива Нарушителя, как говорится, прорвало А, кто вы, бандиты? Кто вы это? Бандюги Бандюги вы, а! Вы бандюги! Бандюги галимые, а! Вы что делаете-то, а? Человек тихо, мирно стал! Машину закройте, бандюги! Что творите-то вы, а? Стоп, стоп, стоп! Машину закройте, вы что творите-то, а? Ответите за все! В суд подам! Скованный наручниками Вячеслав тут же вспомнил про свои права Он кричал и строил из себя невинную жертву Руки ломают! Да я слышал, ты пьяный Милиционеры, посмотрите, что делают, а! Правозащитники, руки ломают! А-а-а! А-а-а! Помогите! Ой, не добрые! Нарушителя отправили в отделение полиции для оформления документов Далее в выпуске Лучше, чем в кино Автовоз попал в глупую аварию Один случай на миллион В ужасном ДТП никто не погиб Беспечный ездок Поднять, простить и отпустить Сын без спроса взял отцовскую машину И другие реальные происшествия из нашей жизни В Уфе водитель автовоза не смог удержать сорвавшийся в занос тягач И ударив легковушку, врезался в столб Линии электропередач Перехлестнулись и на дорогу посыпались яркие искры Одна из новеньких аномарок Находившаяся на втором ярусе полуприцепа Зацепилась за провода Перевернулась и лишь чудом Не грохнулась на асфальт Переходящий в момент аварии Дорогу пешеход Со всех ног бросился обратно на тротуар На место происшествия Срочно прибыли инспекторы ДПС и спасатели Линию обесточили Постепенно прояснилась картина происшедшего Машины затормозили Автовоз, чтобы не собрать машины Стал уходить от столкновения Но водитель автовоза явно лукавил Видеорегистратор в легковушке Следовавшись за грузовиком Зафиксировал, что пешеход начал переходить дорогу Когда автомобилем уже горел запрещающий сигнал А неправильно выбранный скоростной режим И плохие погодные условия Сыграли с водителем тягача Злую шутку Он не смог удержать машину от заноса Автовоз перекрыл половину трассы И на дороге выстроилась огромная пробка Повреждения получили две новеньких иномарки Которые перевозил тягач Общая стоимость этих машин Была больше миллиона рублей Очень плохие новости Для водителя автовоза Сыктывкар Пассажирская газель проезжает на запрещающий сигнал светофора Ее не замечает водитель внедорожника И происходит столкновение с ужасающими последствиями От удара газель взрывается и опрокидывается на бок Пассажиры оказываются зажаты в горящем микроавтобусе Немедленно, ни секунды Очевидцы бросаются к искореженным машинам И вытаскивают из газели пострадавших В результате аварии Шесть человек получили серьезные травмы К счастью, все они остались живы Ярославль К автомобилю Рено подходит автовор Его даже не смущает то, что за ним смотрят из соседней машины Молодой человек быстро вскрывает дверцу А вы что делаете? Молодой человек, от машины отойдите Отойди от машины Ты что делаешь-то? Ты придурок, блин, больной Кража занимает несколько секунд На крики девушки из подъезда выходят двое молодых людей Ром, побежал туда, вытащил все из машины Он побежал, побежал, я кричу, кричу Мужчины убегают за автовором Шансы, что его догонят, невелики Но, по крайней мере, есть видеозапись На которой хорошо видно лицо злоумышленника Кисловодск В гаражном комплексе заглох КамАЗ Помочь водителю грузовика вызывается хозяин старенького запорожца Но никто не верит, что малолитражка советских времен способна буксировать многотонный самосвал На второй пошел Ты КамАЗа лови своего, э! Ошеломленный водитель КамАЗа еле успевает запрыгнуть за руль Теперь ему придется изменить свое мнение о легковой крохе Да он еще упрет, кого хоть Нетерпеливый водитель минивэна сворачивает на трамвайные пути Он хочет поскорее объехать пробку Но не замечает, что сзади мчится вагон Ударом машину отбрасывает в сторону на соседние легковушки От минивэна на ходу отваливаются запчасти Левый бок сильно искорежен Лихачу все же придется набраться терпения Вряд ли потерпевшие от его маневра водители станут церемониться в выражениях Что ты хочешь сказать вообще в оправдании свое? Поднять, просить и отпустить Ребят, проси, пожалуйста В Калининграде молодой человек угнал машину у собственного отца Пропажа так расстроила родителя, что он позвонил в полицию Автоинспекторы вскоре нашли старенькую Ауди в одном из дворов А возмутитель спокойствия Максим сидел пьяный за рулем Ваша машина? Ты мне снимаешь очка в попе шарик Сядь, спокойно сиди Что ты начинаешь? А чья? Твоя, что ли? Максим, ваша машина? А твоя, что ли? Задержанный вел себя агрессивно и убеждал полицейских, что машина его И он ее не угонял Ее купили? За сколько? 60 тысяч У кого? У Сереги Сереги? А он знает, да? Кто? Серега Так я заявил Максим думал провести полицейских Но автоинспекторы вывели его на чистую воду Машина на кого? На батю Значит, он хозяин машины, правильно? Машина-то моя Нет, он хозяин у нас, она на голову Блин Максиму не верилось, что родной отец заявил на него в полицию Молодой человек настаивал, что настоящий собственник автомобиля именно он А какие-то документы – это все ерунда Привет! Пока Максим был за рулем Ауди, он где-то успел оторвать бампер и поставить пару вмятин на кузове Неожиданно задержанный признался, что открыл себе актерский талант Хочу сниматься, я же Джонни Депп Это Короче, дело было так Оказалось, что неподалеку за происходящим наблюдал знакомый Максима Он ждал, когда отпустят задержанного Мы шли, гуляли с собакой Машина здесь стоит Ну вообще, как человек? Его за рулем никто не поймал Как? Я ничего не знаю Как человек он, как? Хороший человек Дружба дружбой, но гонщик попал в серьезный переплет Пешеходу дали понять, что просто так Максима никто не отпустит Максим надеялся, что отец все-таки заберет заявление из полиции На следующий день он пошел просить прощения Это уж точно было в его интересах Вы что, пьяный, что ли? Автовладельцы задержали пьяного водителя Случай на четвертом кольце Ты что? Приезжему внезапно захотелось пообщаться Лихачам тут не место О-о-о-о Полицейские задержали любителя высоких скоростей Будьте зрителями, а не участниками дорожных войн. Вы что, пьяный, что ли? Вы? Вы, может, не будете сейчас ехать? А? Вы почему в нетрезвом состоянии? Примерно в километре от Тюмени водитель легковушки заметил подозрительный автомобиль. Вольксваген вилял и постоянно выезжал на встречную полосу. Автолюбитель решил поинтересоваться, в чем дело, и подъехал поближе. За рулем сидел мертвецкий пьяный водитель и почти что спал. Очевидец решил остановить пьяного лихача, пока не произошло беды. Но Вольксваген прибавил скорость. Хозяин соседней Тойоты также заподозрил неладное и решил объединить усилия. Он бухой! Его надо тормозить и ключи забирать! Водители ринулись завиляющей легковушкой и стали прижимать ее к обочине. Лихач рванул вперед, не разбирая дороги. К счастью, в этот момент к погоне подключился еще один джип. Вместе автомобилистам удалось взять Вольксваген в тиски и вытащить пьяницу из-за руля. Позвонили, минут через 15-20 приехали сотрудники ДПС. Благодаря смелым действиям автомобилистов водителя Вольксвагена лишили прав. Неизвестно, какими последствиями могла закончиться пьяная поездка, если бы его вовремя не остановили. Москва. Развилка на третьем транспортном кольце. Хозяин машины с регистратором не пропускает водителя Приоры. Вскоре владелец вазовской легковушки догоняет его и преграждает почту. Вот и что! Что? 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 Назревает конфликт. Провокатором выступает не только водитель Приоры, но и пассажир. Молодой человек бросает какой-то предмет в машину с регистратором. Не дожидаясь еще более агрессивных выходок, второй автовладелец уезжает. Видя, что хозяин Лады его преследует, автолюбитель останавливается, чтобы вызвать инспекторов ДПС. Выяснять отношения на кулаках мужчина не собирается. Но разъяренный водитель ведет себя все агрессивнее. К приезду автоинспекторов у владельца регистратора будет достаточно доказательств вины второго водителя. Бурятия. Отроги хребта Хамар-Дабан. Любители бездорожья спасают свои джипы. Колеса одного внедорожника пытаются раскопать, а второго тащат в горку на лебедке. Глубина снега больше метра. В самый неожиданный момент трос обрывается. От испуга ноги стоящего в стороне мужчины подкашиваются. Похоже, он еще несколько секунд не понимает, что за грохот. Все просто. Лебедки больше нет. Понятно. Москва. Владелец машины с регистратором разговаривает по мобильному телефону и не замечает сигналов автоинспектора. Водитель также не придает значения и тому, что в будний день в центре он едет совершенно один. Лишь после многократных сигналов машины ДПС с дальним светом автолюбитель снижает скорость и уходит вправо. Ему навстречу уже бежит взволнованный автоинспектор. Вот-вот должен проехать правительственный кортеж. На всякий случай инспектор ДПС преграждает дорогу водителю. Став вплотную перед капотом, полицейский отдает честь высокопоставленным лицам. Как только кортеж из 20 с лишним машин проезжает, автоинспектор просит предъявить документы. В отличие от инспекторов ДПС, водитель совершенно спокоен. Удмуртия. Город Глазов. На перекрестке «Жигули» влетели в заднюю часть другого ваза. Виновник аварии моментально уехал с места происшествия. В погоню за ним сорвался хозяин машины с регистратором. Он хотел помочь потерпевшему водителю. Легковушку удалось догнать, но на повороте лихач вылетел на встречную и ударил еще одну машину – такси. Нарушитель едва не протаранил несколько машин лоб в лоб и сделал это как будто специально. Судя по всему, у него заканчивался бензин, и он свернул на заправку. Преследователи решили срочно позвонить в полицию. Здравствуйте. Я хочу сообщить о неадекватном поведении на дороге. Автомобиль едет, крайне неадекватно себя ведет. Сейчас он заехал на заправку. Молодые люди стали координировать автоинспекторов. Неожиданно нарушитель резко нажал на газ, и легковушка снова выскочила на трассу. На большой скорости «Жигули» влетели в поворот прямо перед встречными автомобилями. Неожиданно легковушка замедлила скорость. Впереди появился патрульный автомобиль полиции. Нарушитель затаился. Похоже, беглец начал нервничать. Он понял, что за ним уже гонится и полиция. Направо сворачивает, на Типецкую. А нет, нет. Да, 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 на Типецкую сворачивает. Опасно, опасно. Там пешок будет. «Жигули» мчались в потоке автомобилей. В любую секунду беглец мог устроить очередное ДТП. Обгоняет вообще по мощному всех по встречке. Давайте как-нибудь побыстрее. Он реально сейчас убьется, наверное, или кого-нибудь убьет. Нервное напряжение росло с каждой секундой. Легковушке удалось поравняться с «Жигулями» на перекрестке. Да, пересечения с «Короленко» походу собираются повернуть налево. Точно «Короленко». Прямо вон он. Чего, блин. Во, рядом с ним прям едем. Вот, все, все, все. Они, все, видят его уже. Да, 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 за ним лазит, буханка гонит. Полицейские сели на хвост лихачу. Молодые люди в автомобиле с регистратором поступили, может быть, и рискованно. Зато нарушитель не ушел от ответственности.